В этом году мне исполняется 50 лет Умрину сделай! У меня были такие принципы Не важно сколько вам лет Бодибилдингом можно заниматься в любом возрасте Никогда не сдавайтесь Всем привет! Вы на канале Бодимания И сегодня с вами я, Эдуард Гаврильченко В этом году мне исполняется 50 лет И я перехожу в новую для себя категорию 50+, Хотя среди молодежи тоже буду пытаться выступать Скоро пляжный сезон Многие готовятся к лету И хороший перекус Вяленое мясо от Миссури Спонсор выпуска Вяленое мясо Ранчо Миссури Вкусно и полезно Ссылка в описании Перешел на круговые тренировки Уже в основном тренажеры Много статики Прожимаю мышцы Но я хотел сегодня поговорить не о моей нынешней тренировке А как они изменились с возрастом Ну во-первых Я очень любил работать большими весами Например в жиме штанги Лежа я работал с весом 160-165 кг на 8 раз К сожалению сейчас я пересмотрел тренинг И не могу уже работать такими большими весами Потому что Травмы о себе говорят К примеру около года назад Заболело плечо И я уже восстанавливался около года Что раньше было гораздо быстрее Сейчас работаю с весом 120-130 И вверх уже не поднимаюсь Потому что я считаю что это неоправданно Если будет травма то восстановление вас будет откатывать намного дальше И вы не сможете поддерживать или прогрессировать свои результаты Ставлю цель даже не прогрессии А поддержания своей формы И я считаю что это уже прогрессия К сожалению обменные процессы Как ни крути ухудшаются И улучшать качество мышц С возрастом практически невозможно И я считаю что даже поддерживая их на уровне Там 35-40 лет Это уже хорошая прогрессия Если мы снизили веса Это не значит что Обязательно снизится интенсивность тренировок Есть много вариантов Чтобы добиться высокой интенсивности Ну например Можно увеличить количество повторений Ну конечно в разумных пределах Не уходить там В огромное количество повторений Чтобы нарабатывать выносливость Ну к примеру На ноги работать 20-30 или 40 повторений Это вполне реально И это хорошо Если говорить о верхе То режим 15-20 Тоже вам принесет хорошие результаты И менее травмоопасны Также можно увеличить интенсивность Когда вы работаете Со средними весами Но сделать более короткий отдых Допустим не одну-две минуты А сделать 30-40 секунд И уже интенсивность проработки мышц Увеличится гораздо Хотел бы остановиться на питании Особенно для тех ребят Которые готовятся к соревнованиям В возрасте Которым уже за 40 Я бы в межсезонье уж точно не разъедался Очень часто вижу на соревнованиях Когда возрастные атлеты Даже хорошо просохнут Выходят на соревнования Но качество кожи Желало быть лучше И это понятно почему Человек сбросил Допустим около 20 кг веса Если в молодом возрасте В 18-20 лет Регенерация кожи Достаточно быстрая И за 3 месяца Практически кожа подтянется То уже в 40-50 лет Такое не прокатит И кожа будет обвисать И какую бы вы сухость не показали Кожа все испортит Поэтому в межсезонье Естественно Разъедаться точно не стоит Надо более-менее поддерживать Плюс-минус один и тот же вес Просто меняя качество В мышце Еще хотелось бы сказать Что сейчас я тренируюсь уже Более интуитивно Что я имею в виду? Если раньше Еще даже 10 лет назад Если у меня запланировано В тренировке То-то, то-то и то-то Умрину сделай У меня были такие принципы Сейчас конечно Придя в зал И делая какое-нибудь упражнение И чувствуя дискомфорт Связки или суставы Я смело могу заменить На другое упражнение Более комфортное И это будет правильно Так можно сохранять Спортивное долголетие А не просто Упереться как бараны Идти вперед И потом откатить Бог знает куда И не тренироваться Очень часто бывает Что люди начинают заниматься В тренажерном зале Уже в возрасте Сделали карьеру Появилось Свободное время Хотелось бы сказать Что бодибилдинг Это тот вид спорта Где можно прогрессировать В любом возрасте И в 40, и в 50, и в 60 Однозначно Если к этому отнестись серьезно Вы кардинально улучшите Свою форму И это смотивирует Спортивному долголетию Очень много примеров Когда спортсмены В возрасте Дадут фору молодым Например наш Александр Ешанькин Ему за 60 Вы видели Как он выглядит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро пляжный сезон, многие готовятся к лету. И хороший перекус, вяленое мясо от Миссури. 100 грамм продукта, 55,5 грамм белка. Фантастика. Ссылка в описании. Ну а у меня буквально неделю назад прошел Центральный Федеральный Гокруг России, где я выступил. И сейчас у меня основной старт. Это, конечно, Россия. Хотелось бы показать достойную форму. Как это получится, буквально станет известно через неделю. Ну а всем желаю железного здоровья, стального характера. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Бодимани! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...